И к другой теме. Акционеры завода Кучук Сульфат продолжают борьбу за свое предприятие. Генеральная прокуратура намеревается истребовать большую часть акции и передать их государству. Якобы предприятие 30 лет назад было приватизировано незаконно. Жители моногорода Степное озеро в недоумении, как и сами акционеры. Они уверены, что никаких нарушений в процессе приватизации не было. 11 января в рамках очередного судебного заседания ответчики подали встречный иск. Подробности в сюжете. Таких предприятий, как мы, которые приватизировались в 92-м году, куча. Их десятки было в то время. Возьмем те же предприятия, Рубцовска, Барнаула. Почему у тех предприятий тогда не проверяют сделки по отчуждению имущества? Но напрашивается один вопрос. Потому что те предприятия лежат на боку, целых коллективов уже нет. Предприятия просто не существует. А в Кучук Сульфате они увидели лакомый кусочек. Мария на заседании суда в числе слушателей. Несколько сотрудников предприятия специально приехали за 300 километров в краевой арбитраж, чтобы присутствовать на заседании. Судьбой родного завода, грады и системы образующего предприятия региона сегодня обеспокоен каждый житель Степного озера. И просто у всех один и тот же вопрос. В интересах кого работает прокуратура? Государство, людей, общество? Либо в интересах каких-то частных лиц? Генеральная прокуратура считает, что приватизация завода в 92-м прошла незаконно и намерена истребовать акции у нынешних владельцев. Ответчики уже трижды аргументированно доказывали, что срок исковой давности, который составляет три года, прошел, чтобы использовать все возможные способы защиты права, заявили встречный иск. Акционеры уверены, есть дополнительное основание для возникновения права собственности – давностное владение. По закону, если после пяти лет собственник не интересуется своим имуществом, лицо, которое добросовестно и открыто им владеет, приобретает право собственности на это имущество. В данном случае этот минимальный срок превышен в шесть раз. Подача встречного иска в основном судебном заседании преследует исключительная цель затягивания этого процесса. Наше мнение. Также генпрокуратура отреагировала и на просьбу стороны ответчиков пригласить двух свидетелей – Потапова и Параскуна. Адвокаты считают, что это очень ценные свидетели. Правовая реальность сейчас сильно отличается от 90-х. Руководитель регионального фонда имущества тех лет Сергей Потапов входил в коллегию Госкомимущества. Чиновник такого высокого ранга мог бы многое прояснить о ходе приватизации предприятия, как и Юрий Параскун, прокурор края того времени, под надзором которого и проходила приватизация кучуксульфата. Этот человек может подтвердить, как осуществлялся контроль над осуществлением приватизации, в связи с чем его показания имеют принципиальное и важное значение для обоснования нашей позиции. Генеральная прокуратура категорически возразила против привлечения свидетелей, в числе которых был их же коллега. Ответчики подали еще ряд ходатайств, одной из которых касалось запроса из Госархива списка предприятий, подлежащих в 90-е приватизации. Генпрокуратура вновь возразила, отметив, что предметом иска является не приватизация предприятия, а отчуждение доли государства в нем. Хотя по простой логике то и другое связано напрямую. Мы не связываем вопрос приватизации данного государственного предприятия с тем иском, который мы предъявляем. Это индикация, требование принадлежащего государству до сих пор пакета акций в собственность ее возвращения. Сроки очень жесткие, ставит нам судья. Дело резонансное, сложное, объективно сложное в связи со сбором доказательств. Да и с точки зрения права оно очень сложное. Времени мало, но я думаю, что все успеют. Прокуратуре понадобилось 30 лет для того, чтобы сформулировать свою позицию по приватизации. Мы пока работаем только в условиях двух месяцев. В итоге встречный иск ответчиков суд поддержал. Заседание решено перенести на 25 января. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.